Друзья, всем привет! С вами Саша и Гоша Грибс и проект Первая Варка пиварни Биар Брю. И сегодня у нас, как обычно, очень необычный выпуск. Сегодня мы решили просто поговорить о крафте за парой-тройкой бутылочек хорошего, мы надеемся, крафта, которые ты, Саша, по-моему, не пробовал. Четыре, их четыре. Тема нашей сегодняшней беседы с Александром это русские крафты и импортные крафты. Мы решили взять по одному образцу из довольно-таки хороших пивоварен импортного крафта и примеров, и российского. Российский крафт у нас представляет Айв Брю, а импортный крафт многоизвестный многострадальный Брю Дог. Вот эти таблички нам предоставила компания Art Decor. Это настоящее железо, покрытое очень хорошей качественной краской, не бликуют и подойдут для украшения интерьеру, бар, да и я вот у себя в комнате вешаю. Очень хороший качественный металл, не Китай, быстрая доставка. Рекомендуем ссылки в описании под роликом. У нас есть два Брю Дога и два Айв Брю. Я предлагаю не сравнивать, а в принципе с тобой побеседовать о русском и импортном крафте и попивая вот эти прекрасные пивасы, потому что они в разном стиле и не вижу смысла сравнивать. А я бы в целом сравнивал русский крафт и иностранный. Что хорошего есть в русском крафте, что есть хорошего в иностранном. Хотелось бы рассказать немножко о том, что на днях прошел, ну как на днях, я не знаю в какой момент времени вы смотрите это видео. Возможно прошел уже полгода. А что был на днях? Да, прошел фестиваль Крафт Депо 2017. Всем привет, с вами Саша Гендаль и проект Первая варка Пиварни Биарбарю. И сейчас мы по прекрасному Варшавскому шоссе едем до ближайшей станции метро, где меня Александр выбросит из машины. Вы это все увидите в новостях и факты. В общем, и я поеду на Крафт Депо, а он поедет домой. Оттуда я привез вот эту замечательную футболку с логотипом пивоварни Крафт Брю Райц. И просто бесценнейший подарок от пивовара Алексея, от пивоварни Бамбуби. Алексей, привет. Она мне еще приглянулась на Биг Крафт Дэй, и я думал, где можно купить такое. Купить оказалось ее невозможно, но вот... Если очень хочется, то Гоша может все достать, если им прям очень захочется. Нет, это Леха, молодец. Леша, спасибо большое. Внезапно, внезапно. Внезапно Бамбл Бир это вот именно то, что я хочу от крафтового пива, от небольшой пивоварни, которая варит для своих и варит хорошо. Но слава богу, дача у меня в Истре, поэтому я постоянно заезжаю, собственно, в Истру в какие-нибудь магазины, покупаю туда, то есть покупаю себе что-нибудь из продукции этой пивоварни и отлично провожу время. Ну давай, что у нас здесь про пиво? Запах очень вкусный был, прямо вот изначально. Цвет красивый. Сейчас немножко пахнет, хотя нет, водичка немножко пахнет, но по запаху, по цвету все. Вот, например, попробую даже вот этот вот импортный крафт, мне кажется, сейчас делится на два сегмента. Один, он начинает приближаться к крафту, то есть они успокоились с экспериментами, нашли свои ниши все и делают бизнес-маркетинг. Так, причем это может быть даже в рамках одной и той же пивоварни. Кто-то делает довольно-таки банальное пиво, но нет-нет, да и какой-нибудь енота какого-нибудь варит в пиве или кукушку. Неважно, ну то есть люди экспериментируют, и иногда эти пивасы не просто экзотичны, но они бывают еще очень вкусны. Ну, как бы осуждать никого не стоит, как бы смысла такого нет, потому что всегда найдется какое-то пиво, которое выходит за рамки масс-сегмента, в котором именно творческое начало, именно какие-то, знаешь, там есть какие-то всякие смеси виски, которые делают, новые сорта, новые там всякие премиальные выпускают напитки, а здесь тоже в пиве то же самое все. В Восточной Европе появляются новые пивоварни, новые имена, которые еще не прошли весь этот американский путь. Восточная Европа это белорусский, ты имеешь в виду? Нет, а что-то там Сербия, я думаю, Польша, все вот это вот, Прибалтика, то есть они как бы начинают все сначала, то, что американцы прошли уже в течение 20-30 лет. Ну, это то, что мы сейчас начинаем проходить. Да, но... Или уже проходим вовсюду, а мы начинаем или проходим, Саша, на твой взгляд? Да ты подожди, дай я расскажу-то хоть про это. Ну, давай. И то, что они делают, это заметно отличается. Они как бы делают богаче пивную историю, пивную культуру европейскую. Потому что они начинают заново экспериментировать то, с чем американцы уже наигрались. Там новые имена, новые пивоварни, хотят все это пройти заново, заявить о себе. Им может быть еще интересно делать интересное пиво, которое, прежде всего, они хотели бы сами пить. А во вторую очередь, они уже думают о деньгах. Когда начинают потом, в первую очередь, думать о деньгах, когда уже банкиры и остальные, всякие финансисты приходят именно в этот бизнес, они изначально уже, у них задача заработать денег, ну, может быть, оседлать эту волну крафту. Вот и все. Ну, я так думаю. Из 10 баллов сколько бы ты поставил этому пиву? Шестерку. Я сегодня ему поставлю 4. Думаю, после импортного крафта будет справедливо попробовать что-то отечественное. В данном случае у нас это AF Brew. Я вот что заметил, на фестивалях пиво действительно очень интересное и очень бомбическое. Может быть, это связано с подачей, с атмосферой, с тем, что много народа, интересные люди, общение, не знаю. Но, как я уже сказал, сорта уникальные, которые ни до фестиваля, ни после, как правило, вы не найдете. Может быть, иногда у кого-то, то есть презентация сорта происходит на фестивале, а потом они идут уже в бары, в магазины и так далее, в холодильники потребителям. Но те же пивоварни, которые представляют очень интересные сорта на фестивале, в обычной жизни качество, это я про российский кратко говорю, сильно упало в сравнении с прошлым, позапрошлым годом, на наш взгляд. Многие выходят на новый уровень, если раньше они делали контрактные варки, теперь они уже приобрели собственное производство, начинают что-то делать, кто-то выезжает уже за рубеж, кто-то в России открывается. Ну, не знаю, по мне так упало, прям по моим ощущениям, качество отечественного крафта. Появилось дохренище новых игроков, таких, причем, знаешь, они достаточно мелкие, но гремят так, как будто пив гиганта. Ну и да, очень много маркетинга во всем этом, потому что там заявляется, что это какой-то уникальный сорт, сваренный из какой-то вот такой вот уникальной штуки. А когда пробуешь, ну, блин, что-то не то. Да, но как бы, думаешь, может быть, я из рябина-то не пил пива, может, оно вот действительно такое должно быть противненькое, но экзотика, да? И ты, получается, тут такой момент эксклюзивности какой-то. Ты так паспудно, может быть, понимаешь, что ты один на миллион, который попробовал такое пиво, да, это не каждый. И начинаешь, ну да, оно такое, я, типа, понимаю вот красоту этого напитка. Начинается вот это внутреннее, а мне кажется, что если тебе не нравится пиво, то не пей. Осадок. Ну, просто по объему, вот это от низа до верха, от верха до низа. Я думаю, что у тебя был более горький, мне кажется, это не дрожжеволь, мне кажется, это микро частица хмеля. Ну, не знаю, может. По запаху, знаешь, что, напомнило, если в детстве кто-то там делал какие-то штуки из сломанных веток деревьев, не ломайте деревья, дети, если смотрите наш канал, но, или ломайте, ну, аккуратно, как мы в детстве. И вот сломаешь веточку, чтобы лук сделать, отдираешь кору, и вот кора вот эта свежесодранная с дерева, молодая, она пахнет так же, как ингрия. Ну, не знаю, какие-то разные ассоциации, ну, хмель и хмель, что? Ну, нет. Синный хор, может быть, да. У хмеля тоже разные оттенки. Я не очень углубляюсь обычно в историю, там, каких-то чужих сортов, поэтому, ну, сваренный, сваренный, да. Чирс, как говорят на канале Квартыбир. Потому что раньше это было все нормально, но раньше они варились на чужих мощностях. Где-то они сварились, там, где, видимо, оборудование, фильтрация, не пускают это, все это дело в бутылку, и к тебе приезжает уже чистенький продукт. Сейчас этого нет, потому что где-то в начале весной, нет, не в начале, где-то весной, я пил Ред Рам, и у меня было очень грустно и обидно, потому что, прям, когда-то были, о, сейчас очень здорово. Ребята, извините, пожалуйста, у меня сосед не платит за электричество и запускает генератор, так что будет немного шума, вы уж потерпите, пожалуйста, если вы нас любите. А если не любите, смотрите другой видос, где нет шумов, ссылка какая-нибудь там в конце где-нибудь. Перематываем в конец, а там, другое видео без шума. Я не знаю, в чем тут все дело, но вот этот один из нескольких косяков, даже вот такие именитые, как бы пионеры отечественного крафта, можно сказать, брешат вот этим вот. То есть полбутылки ты пьешь, все норм, полбутылки ты пьешь не норм. Понимаешь, что вот это стили разные? Я понимаю, да, Родель и Паева, абсолютно. Но здесь тело хотя бы такое, знаешь, поинтереснее. Вот оно по плану, по плотнее, оно поднуло еще. А там и речь, есть что попить, есть что попробовать. А здесь... Если наливать откровенько? Здесь тоже, ну, по-своему интересно, но очень просто. Ну, как-то вот так. У меня самый клевый кошелек, вы такой кошелек никогда не видели, это просто крафтовый кошелек, потому что здесь вот здесь джавс, а здесь просто вот такой джавс. Итак, блюдок, что это за напиток? Это блюдок Elvis juice, сок Elvis, с мякотью. Грейпфрутовый пан. Грейпфрутовый пан. Любишь ли ты грейпфрутовый пиво? Я не просто так грейпфрутовый люблю. А я люблю, мне очень нравятся цитрусовые ноты. Именно цитрусовые, не за счет хмелия, а именно за счет сока. Сколько стоит это пиво? Дорого. Ну, 250 рублей, например. И вот 210 рублей бутылка Ингри. Сколько вот это? 224. Ну, те же 250, но за 0,5, хочу заметить. И тот момент, когда я предпочту русский крафт в некоторых случаях импортному за меньшую цену, а некоторому русскому крафту я предпочту масс-сегмент. Бывают и такие моменты. Не знаю, что они думают, но как бы и такое бывает. То есть и Панк Эпэ 500 рублей за литр, и Джек Камер 500 рублей за литр. Панк Эпэ, ну, хрен с ним, пускай будет. Нормальная цена, более-менее. Для Джек Камера это божественная цена, потому что, ну, блин, четко все. А прачка за 400 у нас, не поразливее стоит. Ну, в принципе, это та же самая 200 рублей за бутылка. Если брать какие-то такие уже стандартные позиции, то к той же прачке можно возвращаться прям вновь и вновь, и она никогда не разочаруешься. Точно знаешь, что ты никогда не объедешься. Ты знаешь, что ты хочешь попить Эпашки горькой, вкусной, нажористой. Вот все, что ты от нее хочешь, ты всегда это получишь. Нет, хороший пиво... На вкус нет, но оно существенно лучше, чем вот этот вот Родель, который... Где-то есть на послевкусии какая-то вот эта горечь хмелевая, она превращается в гримфрут. Горочка такая, брошена тебе такая, да. Нет, ну, прикольно, наверное. Кстати, мы не поставили оценки Индре от Айбрюс. Сколько ты ставишь, Саша? Четверку поставлю, ну, блин. Тот случай, когда я поставлю ему 6. То есть у нас с тобой быстро разошлись в этом случае. А вот этому пиву ты готов поставить оценку и вердикт какой-то вынесли? Ну, этому 7,5, прям точно. Вот это вот просто вот, вот это можно назвать каким-нибудь All-Day Part. Ну, 7, хорошо, нет, хорошая, 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 прям... Ну, это все на наш вкус. Ну, и плюс тоже на любителя, кто любит какие-то там послевкусии поймать какие-нибудь там интересные ноты. Если кто-то любит грейпфрут, если кто-то любит цитрусовые, кто-то любит послевкусие. Кто-то любит копаться в пиве и из вот этих трех напитков, оно, пожалуй, самое интересное. Ну, пока что, да, да. С точки зрения раскопок, да, и нахождение каких-то там нюансов. Ну, и последнее на сегодня. Но не последнее в наших крафтовых беседах принимает участие напиток от I'll Brew, называется он... Распыли из моей Санкчури. Какие-то ягоды являются моей религией, по-моему, да? Ну, все-таки вкусно. Ну, и сбоку, от малины? Ну, да, стромбри, клубника, распыли, малина. Я обожаю малину. Ребят, это не пиво, это не пиво, это шампанское. Посмотрите, нас наебали жестко. Я не знаю, видно или нет, как гейзер бьет просто. Ты видишь, что у меня творится пока, Саша? Я не знаю, как они добиваются. Это первое пиво, которое я вижу, чтобы оно вот так гейзерило. Ну, нет, не первое. Это шампанское просто, Саш. Но пахнет, оно такое спокойное, оно пахнет малиной. Пахнет очень хорошо. Оно пахнет реально, как... Тебя к делириуму там не отправляют эти запаха? Он пахнет, как мордсюбит, только на малине, а не на вишне. А так прям вот один в один будет. Прям очень похоже. Ну, просто вот мордсюбит, ты можешь вылить сколько угодно, и он будет кристально чистый, а этот опять же вот. А пенка, смотри, какая красивая. Пенка розовая, красивая, да. Но я просто уже попробовал. Ну, я просто думаю, что это возрастная болезнь. Она все-таки рано или поздно, скорее рано пройдет, потому что продавать пиво продукт надо. Ребята увидят наш критический обзор. Да нет, не в этом. Обязательно, я уверен, они скажут все. Все, у нас покупали фильтры, а новое все. Да, двоечмошник, ты спадаешься, басрали, да. Скажут, блин, это наша целевая аудитория. Вот этот бородатый в кепке, вот этот бородатый без кепки, безбородый в кепке. Кто-то из них даже поплачет. Ну, а, давай попробуем, пилот пахнет. Пахнет малиной. Ну, кислое оно. Оно должно быть кислое. Что за стиль вообще? Ну, я думаю, да. Ну, и Хефенвайз. Как фрутбир я готов воспринимать это пиво. Пускай оно будет на пшенице. Время с ним. Ну, в стиле, может быть, я просто не очень люблю такой стиль. Ну, кисляки, я пил вкусные кисляки. Да, вот я еще такой момент заметил, при том, что мне малина нравится. Мне кажется, с каждым глотком, чем дольше он стоит, тем больше запах менее естественный. Хотя мы посажем бокал и увидим, что, конечно, там даже чуть ли не вкрапление... Да червяки плавают. Ну, не червяки. Это просто кусочек, кусочек. Понюхали. Мне кажется, прям из сердца это все просто дико. Хотя я не... Ну, вот у меня нет такого. Никого ни в чем не... Я думаю, может, эффект пены какой-то. Умельчаю, да. Потому что... У меня такого ничего нет. Все чисто мое. Я не думаю, что... Да-да. Как бы смысла нет. Это пивоварня с именем. И подрывать авторитет. Ребята, в общем, просто ради эксперимента, я считаю, что каждый должен попробовать это пиво. Если вы любите, знаете, прям так... Я его каждый день пить не смог бы. Прямо... Ну, я не знаю. Только если кто-либо любит очень кислые вкусы... Потому что, ну, как бы газы... Твоя оценка. Блин, да я не буду ставить оценку. Да, давайте так. Мы не готовы ставить оценку. Потому что я могу ему поставить единицу, а... А могу поставить девиаску? Я об этом подумаю. Я тоже, что я ему хочу поставить десять. Но не потому что оно вкусное, потому что оно вообще просто... Все, что мы пили до этого, это более-менее какие-то классические сахара. Ну, насколько крафт мы его называли классическим, да? То есть ты готов, что это будет горько, что это будет с солодовым телом, вот, что это будет аромат. Нет. Интересно. Не знаю, не будем ставить оценку. Но... Но пиво на грани уксуса я как бы тоже не очень... Ну, нет, это не грани уксуса, поверь мне. Нет, нет, еще человека я тоже помню, еще. Тот путь, который, смотри, тот путь, который прошли в Европе и в Америке, мы в России... Семи мильными шагами пытаемся... Прям прыгаем, прыгаем, как бы... Это как, знаешь, играть в эту... Вот игры раньше в действе в нашем были, когда такие вот фишки надо было по кружочкам переставлять, но там были хитрожопые такие стрелочки, которые там тебя вперед как-то перепрыгивал. Ты там, знаешь, сколько кубик кинешь там, вот. То есть, а тут как бы они как бы шли, американцы, кидая кубик на один, на два, на три, там самые прогрессивные, да? И потом опять один, три, два, один... И в конце концов, они пришли вот к этим новым модным сортам, да? Да. А мы... К некоторым из них они только приходят. Сейчас мода на те же самые милкшейки вот появляется. Это вообще не классика. Мода на вермонты, не вермонты, вот эта вся история. Это только что... Их начинают варить на Западе, их начинают... И тут же варят в России! Люди, которые не научились варить... Ипу, которую вы, ребята, вы поварите пять лет одну Ипу, один сорт, одно название, там... Ну, да. Одна рецептура. То есть, а тут вы выкинули какую-то, там, шесть на кубиках, перепрыгнули куда-то сразу, там, вперед. Вы, там, велисти к финишу, а смысл всего этого, вы, ребята, руку-то не набили. Вы думаете, что, как бы, ну, клево, да? Мы рецепт скачали, там, где-то, где-то поездили на курсы, где-то чего-то там. Но это, как бы, так не работает, я думаю. Нужно все-таки в этом повариться, и не один, не один год, а, может быть, даже не одно десятилетие. То есть, лаварни, которая, ну, вот-вот открылась через два месяца. Да. Пускай это имперский стал. Да, это, это вообще четко, прямо тут. Сначала была, сначала была мода, все варили Ипу, все нормально. Потом, на следующий год, все варили кисляки, круто. Потом все варили имперцев, причем... Ну, у всех бочки появились. Причем у всех появились сразу резко бочки. И все они появились из-под Чивосов, Джек Дэниелсов. На этом худшем случае. Да, потом появился Вермонт, все стали варить Нью-Ингланд. Я, как бы, понимаю, что есть ниша в рынке, которую нужно занять. Если ты ее не займешь, ее займут твои конкуренты. Ну, блядь, как бы... И мы не придираемся, ребят. Вы с устойчивой времени коммерции делаете все правильно. Но... Но, как бы, нет. Но, как потребители, мы его не хотим. Да. Потом на смену Вермонтом пришли милкшейки, пришли вот эти берлинеры. Блин, это... В большинстве случаев, конечно, очень грустная история. Потому что те, кто вчера еще начинали только варить и пасть, сегодня варят вот это уже. И думают, что они охуенно все это делают. Они берут рисы, кладут их в бочку на полгода. Через полгода они их раскупоруют, разливают и думают, что это клево. Ну, нет. У некоторых получается. Что греха таить? У некоторых бывает неплохо. Бочка... Бочка, это такое читерство от пивоварения. Ну, я думаю, что с этим видео все. Это такой, ребят, у нас между собойчик. Небольшой. Поэтому, если вам понравился, ну, такой вот разговор с вами, с нами, и мы плавненько набираемся, по-моему, надираемся просто. Да. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь, супайте в группу ВКонтакте. Ребят, мы даже в Телеграме уже есть. Попробуйте найти Биарбрю. Что еще можно посоветовать? Смотрите наши другие ролики. Смотрите ролики наших друзей. Интересуйтесь вкусным, интересным пивом. Бейте вкусно и Биарбрю. Всем удачи, всем пока. Пока.